всем привет я уже второй день нахожусь дома после ранчо и объекта база восстанавливаю организм свой для того чтобы послезавтра опять поехать туда и продолжить свою трудовую деятельность несмотря на то что закончится лето начинается осень у нас вот но пока погода хорошая дожди особо нет ну периодически бывает но особо нет то можно продолжать работать на благо людей и вообще в целом на государство вот потому что благополучие шведских жителей в стране напрямую зависит от благополучия самого государства чем больше людей хорошо живет радуется жизни тем лучше функционирует это государство вот но вчера я зашел в интернет youtube посмотрел там разные ролики зашел на людей которых я смотрю и с удивлением обнаружил что небезызвестный века бонд опять появился его примерно месяц наверно не было да наверно месяцев не было и он записал ролик ну как всегда как всегда его все раздражает он всем недоволен вот какие-то проблемы там машина проезжает звук машины раздражает дети там где-то шумят его раздражают ну короче человек никак не найдет себя вот в любимую россиянишку вернулся он уже сколько два года наверное живет в россияне до после америки и чем дальше и тем больше он становится раздражительным до неприкаянным нигде он себя не нашел ни в какой сфере деятельности шатается бесцельно по улицам и выдавит из себя какие-то пустые совершенно примитивные темы особенно выводы настолько примитивны что такое ощущение что человек остановился в развитии на уровне там не знаю седьмого-восьмого класса школы хотя пытается говорить о высоких материях вот и тут мне пришла в голову одна идея одна идея пришла я вижу человек явно непрекаянный он по приезду и сейчас по-моему до сих пор еще тыкается в разные стороны периодически делает ролики о том какой он умный образованный начитанной и с раз с разными упомрачительными идеями что он принципе готов навести порядок в любой сфере деятельности государства российского да вот но помните он предлагал себя на должность директора завода там автоваза или даже еще чего не крупнее вот что если вы сделать директором завода он тоже организует производство автомобилей в россии значит не имеющих аналогов в мире конечно не хуже американских автомобилей да вот но его не оценили не оценили никто ему директором завода не сделал вот он пытался там с разными партиями пообщаться там с лдпр еще с какой-то там непонятной партии там миронов какой-то есть вроде да вот с ним там интервью провели но похоже они поняли с кем имеют дело и больше с ним контактов никто не хочет иметь вот но для меня то давно понятно что и габон шизофреник да и болезнь прогрессирует и его в принципе ничего же не поможет да ничего не поможет даже врачи муж не смогут помочь но это уже генетически врожденные заболевания вот недаром родители тоже от него похоже отвернулись живут все в америке как они уехали сто лет назад туда так и живут вот и особо с ним не контачат но вегабонда опять же нет ни семьи не детей тем более они это самые даже девушки как он говорит девушки да какая девушка будет посмотреть на этого на это чудо в перьях да вот но да у него много подписчиц бабок то бабок там я на за 60 но те кто еще выжили в россии за 60 вот я на бабки повернуты и вот путинские патриотки патриотки россии так сказать до путинской но и вот они вегу любят они в желаю жалеют и любят и короче мечтают о нем видимо но тем кому за 60 далеко вот но для них мальчик да да них мальчик как бы невинный еще не тронутый да не испорченный вот но это чего не устраивает бабки не нужны ему подавать девушку ну как он говорит хотя сильно сомневаюсь что мы девушки нужны сильно сомневаюсь мы скорее мальчики нужны и там у него даже вроде бы есть вот вот по совокупности всех этих как сказать фактов у меня есть предложение сподвинуть вегабонда поехать на войну в украине вы слышали что вот я приехал и узнал что путин подписал указ об увеличении российской армии да там миллиона с чем-то но больше миллиона по крайней мере да вот но явно не хватает уже рядишек желающих повоевать в украине потому что те которые хотели они уже давно туда попали уехали до их уже там поубивали всех практически они то в полях украина валяется гниют российская армия труп их не хочет забирать их не забирает вообще вот украинцы там в реферераторах и держит предлагают но россияне своих трупов не забирают своих таскать не бросаем сдох и сдох и лежит там да вот и но не хватает короче пущечного мяса уже что знаете что призывников туда по всякому уговаривают там вот и в днр ах и лнр ах этих псевдо республиках все мужское население подчистую уже забрели туда отправили уже почти там мужиков не осталось всех поубивали да вот но смотрите в россии происходит из россии убрали почти всю оппозицию кого посадили в тюрьму как навального да вот кто успел убежать убежал вот и то есть нужно как бы врагов то есть предателей предателей родины уже не осталось да осталась серая масса вот и ну и половина серая масса половина патриоты значит путинцы запутинцы да вот и гамботан то есть и к запутинцам и вот сейчас учитывая что путин издал приказ о наборе ну прямо сказать можно сильным так вот скрытым насильно мобилизации будет да вот аналитики сильно сомневается что он наберет достаточное количество народа потому что мы как бы серая масса на хоть и не против этой власти да но она трусовата и как бы не хотят не воевать да ну естественно никакой нормальный человек но не поедет играть в другую страну да даже за деньги но здоровье все-таки жизнь дороже я думаю да вот значит и даже если те тебя то подписали за большие деньги если ты вернешься если ты вернешься конечно оттуда те коллег и к примеру да но нафига тебе не будет ни рук ни ног там не глаза и еще чего сюда вот и вот а в россии большое количество довольно кино народу точно наберется блогеров патриотов до блогеров патриотов частности вот вегабонд да вообще идеальный прямо вернулся из америки топит за россию там за за борщ вот за то что это самое ему нравится гулять по улицам вот его не нравится что шумно слишком на улицах москве да но вот ему нравится по российским улицам гулять и как бы вот и переходить периодически заходить есть борщ и ну и все дешево потому что доллар от он получает из америки за сдачу недвижимости да и учитывая там курсы и доллары которые ему платят там за недвижимость ну который мы купили родители свою очередь когда-то вот он нажирует он ничего не делает экономии на всем конечно вот он может сказать жирует в россии да бьет баклуши вот и в то же время он чувствует тут свою как бы ненужность да он чувствует это видно что его все раздражает и можно много начинать не нравится вот его можно куда-то пристроить и вот я предлагаю создать батальон батальон блогеров патриотов до блок от можно назвать батальон блог под блогер патриот блок вот такой батальон и сделать вегабонда этим командиром этого батальона вряд ли батальон наберется на рота может быть наберется да если по всей россии копнуть этих блогеров патриотов и в принципе много да и вот его сделать начальником то есть он себя вот тут и проявить все свои так сказать эти скрытые таланты от нас скрытые да он много говорит о своих талантах он разбирается во все недаром он создал но виртуальный интернет университет сиброн сиброн такой слышали down много-много людей туда заманил то есть много раз до того сейчас он как-то утих немножко видимо видимо раскусили уже его заманивал обучаться в этом университете где он является основателем и директором и этим учителем единственным учителем по всем специальностям а в этом университете все брони учат всему начиная от медицины да и кончая этим инженерным разным строительным наукам там механик инженер механ так далее то все учат всему мой главное платите деньги заплатили определенную сумму и быстренько получите значит диплом это университета вот вот единственно что он в чем преуспел как бы не знаю были ли у него студенты я сильно сомневаюсь что были но если были такие же шизики как его наверняка да у которых еще может быть деньги есть но видимо с этим делами тоже не пошло всякие анальные затычки как он продавал на порно сайтах тоже видимо уже и жили себя как бы не пользуясь спросом и даже если пользу не таким большим не за такие деньги которые ему хотелось бы иметь поэтому вот пойти воевать а тем более сейчас там как бы я слышал предлагают 200 тысяч рублей в месяц плюс там всякие боевые туда-сюда посмертные за увечья там тоже миллионы какие там 5 миллионов вроде платят да вот почему вегабонда не проявить себя как руководителя как человека знающего все обо всем имеющего опыт жизни в америке потому что сейчас вы знаете что украинская армия применяет американские вооружения вегабонда может быть чуть подскажет как с ними бороться против этих американских вооружений против хаймерсов так далее да пока у россии это не удается никак не с хаймерсами сразу справиться не могут не могут их сбить никакие мест 400 не с 500 ничего ну то есть если украинцы запускает хаммерс он точно летит прям вот в диаметре 1 метр с точностью там до 60 70 километров сейчас говорят у них и на 300 километров уже есть и бьет прямо точно куда его направили вот может вегабон там что-нибудь это самое как он говорит придумает придумает а как с ним бороться вот и ведь и для него это смотрите если он останется живой вот а еще лучше коллегой станет да ну представьте приезжать вегабонд после войны но в российской армии проиграл естественно само собой это уже сейчас всем понятно украинцы долбят россиян но вегабонд тем более героем вернется он самое трудное время поехал на фронт вот получил увечья вот ему выбило глаз вот тот который не плохо смотрел да принципе терять нечем сам грустно этим глазом практически не видит вот ему там пуля в глаз попала да и еще яйца ему стрелила а яйца мы тоже не нужны потому что он сами понимаете нет не то этой нетрадиционной национальности вот и поэтому он как бы ну хоть и безглазый бизнес вернется как бы инвалид получится и там 5 миллионов до вот кровно заработанные но от него сильно не убудет он станет национальным героем а затмит гиркина самого гиркина да сейчас у россиян такого склада патриотов не гиркин там это вообще герой спаситель отечества много никак его не пускают на войну он вроде как поехал его арестовали вернули обратно вот вегабон пока еще его вряд ли вернут потому что он еще ничем не замазан вот он так сказать запишется его отправят и вот там да вот там да мы про мы посмотрим и вегабон докажет всем что он на самом деле гениальный человек он разработку гениальную стратегию научит как бороться с хаммерсами российской армии да и они завоюют какое-нибудь село да какой село там но в районе там белгорода ли что-то вот и все и гиркин уже уже диму сказать не еще будет гиркин то он сидит отсидеться в тылу а вегабонд приехав из америки наплевав на америку на доллар и все на кого на свою квартиру в москве безбедную жизнь он поехал поехал воевать за любимую родину россиянию до доказал что на самом деле патриот вот и вернувшись инвалидом его сделают депутатом депутатом точно сделать вот сейчас пытался бы быть депутатом пытался во власть пройти не получилось но потому что заслуг еще как бы особо не было да но после вот поражение россии войне с украиной и возвращение вегабонда из плена инвалидам на о нем как сказать по центральному телевидению наверняка расскажут наверняка расскажут про его историю про его блогерскую деятельность вот как он это самый любит родину вернулся из америки вот и я считаю что если вегабонд не воспользуется этой ситуации сейчас потому что сейчас еще не поздно сейчас еще как бы российская армия там трепыхается пытается что-то показать хотя уже всем понятно что но не за горами поражение дум до нового года россии придется сдаваться так или иначе вот вегабон пока пока есть к возможно должен просто обязан поехать на фронт поехать на войну на это да это это уже не специально операция что война если вегабон по это уже будет точно война он там такого на придумывает что ой я даже я даже боюсь его самой фантазировать мне фантазии не хватит вот короче я к чему это долгий мой спич такой у меня там на моей страничке в youtube и да вот здесь вот в правом углу там мне картинка такая там красный деревянный домик потом дерево идет а за деревом сразу правее там кнопочка такая голубенькая написано донат вот короче отправляете мне донаты чем больше тем лучше да я на эти донаты я спешу с вегабондом и перечислим и деньги чтоб он закупил себе там перцы штаны камуфляжные каску чтоб купил себе да мир все американский что было деньги же мы хорош с вами понимаете должен быть американская то что американская но с амуницией она ну как ни крути лучшее в мире вот поэтому давайте там донатиме побольше да это все пойдет вега вода и обращаясь вега бонус бега бонна дрочерский бабкам да это пойдет на обмундирование вегабонд на бронежилет обязательно там пятой степени защиты будет лучше американский бронежилет что по мото все подрывало а чтобы здесь это самое но сердце там легкие как бы сохранились даже он живой все-таки остался а там рука нога яйца без разницы вот так что вот нажимаете кнопочку перечислять то можно рубли доллары все что угодно евро в любой валюте пожалуйста вот и я слега бонном спешусь часть денег ему отправлю он закупил это эту амуницию под расписку мне там чеки все вышли для чеки покажу что он купил и мы его отправим на войну и 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...